Друзья, привет! С вами Сергей Черепанов и сегодня я расскажу о том, почему вообще люди начинают бегать и с чего начать свой бег. Первое. Нужно принять решение бегать. А для этого нужно вставать на 30 минут пораньше для того, чтобы совершить пробежку или после работы идти уставшему на стадион и там делать свои физические упражнения. А это, поверьте мне, действительно сложно и нужно проявить характер. Итак, вы приняли решение бегать. Следующее нужно решить, для чего оно вам. Даже не так. Принимая решение бегать, вы уже ставите себе цель. Это или аэробные нагрузки, которые благоприятно влияют на сердце и помогают скинуть лишний вес. Или какая-то цель. Например, 5, 10 или 15 километров. Или, как в моем случае, марафон 42 километра. Решение принято, цель выбрана. Что дальше? А дальше нужно подобрать беговую обувь. На этот вопрос я вам обязательно отвечу в следующем выпуске. Очень-очень досконально разберем все виды кроссовок и для каких поверхностей они приспособлены. После того, как кроссовки куплены, пора бежать. А где, спросите вы? Это может быть стадион около дома, либо беговая дорожка в спортзале, или парк. Вот, например, как этот. Сейчас мы находимся в Темирязевском парке, что недалеко от метро Темирязевская. Буквально минут 10 пешком. А если говорить про расстояние, то это примерно 3 километра от метро. В этом Темирязевском парке в солнечную погоду прохладно. Удобные грунтовые дорожки для бега и много-много свободного места. Через несколько выпусков я сделаю обязательно обзор тех мест, где я частенько бегаю в Москве. Вы на месте, но как определить маршрут и количество километров, которые вы пробежали? Понятное дело, на стадионе это зачастую круг 400 метров. Там все просто. Умножаете на количество кругов, получаете расстояние. А что делать, если вы бегаете в парке или, например, по городу? В этом вам помогут часы с трекингом, либо специальные приложения для смартфонов. Сейчас я использую приложение для iOS от компании Nike. Оно показывает расстояние, средний темп бега, количество оставшегося времени. Можно загружать музыку, смотреть маршрут, да все что угодно. Вплоть до того, что можно мерить пульс при помощи маленькой такой штучки, которая подключается к телефону. Чтобы вам быть еще полезнее, сделаю обзор этих приложений, которых порядка пяти, я знаю, и других гаджетов для бега в следующем выпуске. И подытожим этот выпуск фразой Пьера де Кубертена. Главное не победа, а участие. Каждодневное участие в вашем беге. Всем бега, господа, и здоровья. С вами был Сергей Черепанов. Увидимся. И штатив Данила Стрельников. Субтитры сделал DimaTorzok